Итак, в составе муниципалитета появилось новое управление. Оно займется развитием физкультуры и спорта в городе, соответствующее и название. Кто будет руководить новой структурой, пока не ясно. Начальника определят на конкурс на основе в начале июля. Однако управление уже действует. Евгений Дегтяренко расскажет подробнее. Было УКСИМП, управление культуры, спорта и молодежной политики, стало УКИМП. Выпавшая буква С не исчезла бесследно. Она трансформировалась в новую аббревиатуру УФКС – управление физической культурой и спорта. Образована новая структура для того, чтобы усилить позиции муравленковского спорта. Основные цели и задачи – это все-таки развитие массового спорта, популяризация физической культуры и спорта и, наверное, завоевание ведущих позиций на окружных соревнованиях. К тому же в планах муниципалитета ввод новых спортивных объектов. Необходимо будет организовать их работу, обеспечить кадрами. Этим тоже займется управление. Сегодня оно только начало свою работу и находится в стадии становления. Базируется по-прежнему в тех же кабинетах, что и раньше. Прежними останутся и сотрудники – те, кто работал в составе Объединенного управления культурой, спорта и молодежной политики. Еще до конца штат управления не сформирован. Сейчас идет действительно организационная работа по переводу сотрудников, то есть набору в отделы и для становления полноценной работы. Создание нового управления, курирующего вопросы спорта – по сути, возврат к старому и проверенному способу руководства спортивными учреждениями города. Три года назад успешно работающее управление по физкультуре и спорту реорганизовали в отдел и ввели в состав УКС и МП. Дескать, горожане от этого только выиграют. Ведь появилась возможность привлекать к организации соревнований специалистов из отделов культуры и молодежной политики, а значит, турниры должны были стать ярче и интересней. На деле синергии не получилось, однако новая структура не сможет стать полной копией предыдущей. Прежде всего, потому что все спортзалы за последние годы сменили свой статус, став отдельными юридическими лицами, так называемыми автономными учреждениями. В штате, соответственно, появились финансисты. Впрочем, теперь контроль над денежными потоками и бухгалтера возвращаются в структуру управления. Будет уже сосредоточена большая финансово-экономическая служба, которая будет курировать все подведомственные учреждения. То есть это будет централизовано все, что, на мой взгляд, скорее всего, облегчит работу наших подведственных учреждений в части прохождения документации, согласования финансовых документов и дальнейшей финансо-экономической работы. В полную силу управление физкультурой и спорта должно заработать в ближайший месяц, когда будет полностью укомплектован штат и завершатся все организационные процедуры. А пока же администрации города объявлен конкурс на вакантную должность начальника управления. Состоится он в начале июля. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник. Новости нашего города.